В каждой избушке свои террорушки. Это поговорка о селе Полховский Майдан Вознесенского района. Село знаменито на всю Россию своей росписью. Причем, если Семенов называют столицей Хохломы, в Семенове хохломской росписью владеют единицы. А здесь, в Полховском Майдане, 100% жителей имеют отношение к изготовлению матрешек. Или точат, или расписывают. Подробности в специальном репортаже Александра Алешина. В селе Полховский Майдан 580 домов. И в каждом изготавливают матрешку. Здесь и архитектура домов своеобразная. Обязателен цокольный этаж, в котором располагаются мастерские. И чисто надо, без сучков, чтобы было. Липа, она такая, вроде вязкая, не так лопаться, не как осиная береза. Вот голову готовлю. Так, все. Ну, матреш, как вы привыкли всю жизнь, точу, что тут сложного-то. Что посложнее? Какие вазы там или? Так, еще одно не выйдет. Ну, конечно, майданские придумали. Откуда завезли, не знаю, кто откуда. Служили, может, от японских, часть еще откуда. Старики на юга раньше таскали, чашки, ложки сами делали. По появлению матрешки в России мы обязаны меценату Савве Мамонтову. В 1893 году он из Японии с острова Хансю привозит вот такую деревянную фигурку в виде старичка-мудреца, которого звали Фукурукудзю. До 1961 года существовали вот такие токарные мастерские. Называлась она «Работня». Они в Полхмайдане существовали именно до 1961 года из-за того, что в этом селе до того времени не было электричества. И матрешку точили следующим образом. Один или двое мужчин их звали вертаки, крутили колесо, и токарь вытачивал продукцию. В 1929 году в селе Полхмайдан была организована художественная артель, которая в 1931 году получила свое название «Красная заря». Главной отличительной чертой артели было то, что они рисовали на матрешках композиционный сюжет. Это, как правило, был деревенский пейзаж. Но и обязательно в честь своего названия они старались отобразить красную зарю на каждой из матрешек. Цвета в нашей росписи используются совершенно разные. В основном они идут очень яркие, красные, розовые, зеленые. В изготовлении матрешки сложность как и физическая, так и моральная, потому что сидишь, устаешь, очень болит спина к ветеру. Главной отличительной чертой полхмайданской росписи от других, конечно, является дикая роза, или по-другому мы ее называем цветок шиповника. Он обязательно должен быть либо на фартуках у матрешек, либо на платке. И также наша матрешка отличается от других колоритом цвета. То, что сам платок и платье мы можем рисовать абсолютно любого цвета. Рисовать меня научила моя мама. Она очень хорошо рисует и анилиновыми, и гуашевыми красками. Любыми абсолютно. Сейчас я уже передаю свой опыт рисования своим дочерям. Когда бывает трудно, когда нет. Бывают затруднения, когда делаю лицо. К примеру, у меня не очень получается делать ресницы. В принципе, у нас все село так передается с поколения в поколение всем. Все здесь кто-то точит, кто-то красит. Это для нас наш образ жизни. Изготовление матрешки – это наш основной доход. Так как вот мышь точит, я их расписываю, нам их заказывают. И, в принципе, нашу матрешку охотно раскупают туристы. Матрешка у нас передается ее точение и роспись из поколения в поколение. Это идет из того же села Полховский Майдан. Там девочки принимают художественное мастерство от своих мам. Ну а юноши встают к станку с 13 лет. И до сих пор это производство у нас в районе расцветает. Продолжение следует...